Доклад делает кандидат химических наук, Федоровская Екатерина Олеговна. Электрохимические свойства графинных материалов. Что называется свойство? Рассказать об электрохимических свойствах графинных материалов. Сегодня уже затрагивали эту тему, однако некоторые прикладные приложения можно рассмотреть более детально. Работа была сделана в Институте неорганической химии на базе лаборатории физики химии и наноматериалов. Суперконденсаторы это устройства, которые способны накапливать энергию на границе раздела фаз. То есть у нас есть слой материала и слой электролита. И расстояние между этими слоями очень маленькое, порядка нескольких ансцерен, тогда как площадь поверхности материала, если используются какие-то виды углерода, достаточно большая. Благодаря этому емкости суперконденсаторов на несколько порядков больше, чем емкости обычных конденсаторов. Кроме того, может быть реализован процесс накопления энергии в виде окислительно-восстановительных реакций, которые проходят в объеме электродов. Обычно используемые материалы для суперконденсаторов это углеродные структуры. Наиболее распространенный это активированный уголь, но он обладает достаточно низкой удельной емкостью из-за плохой структуризации и маленькой площади поверхности. Перспективными являются такие углеродные материалы, незапористый углерод, углеродные натрубки и графены. Емкости значительно выше, чем емкости активированного угля, однако есть ряд проблем с синтезом, масштабированием производства и так далее. Перспективными являются, кроме того, электропроводящие полимеры и оксиды переходных металлов за счет очень высокой емкости. Однако электропроводящие полимеры и оксиды переходных металлов могут быть недостаточно стабильны в различных электролитах, опасны для окружающей среды и достаточно дорогие. Поэтому перспективным является создание композитов на основе углеродных наноструктур, которые являются 3D-предимплатом для осаждения полимеров и оксидов, и, собственно, активного материала, который будет вносить основной вклад в мелкость электродов. Один из самых перспективных электропроводящих полимеров — это полианилин. Пробеду макрофон. Простите. Полианилин, представляющий собой полимер из анилина, синтезируется алхимическим и электрохимическим способом в результате окисления мономера окислителем либо электрическим током в электрохимической ячейке. Полианилин способен накапливать энергию за счет окисления и восстановления бензольных колец до хинона и бензола. И энергия эта достаточно велика, чтобы емкости полианилина составляли до 600 фарад на грамм. Исследования в нашей лаборатории проводятся в основном методом циклической вольтамперометрии. В плоской трехэлектродной ячейке, приспособленной специально для измерения маленьких объемов образцов с помощью потенциостата Эленс. И в результате чего мы имеем циклический вольтамперограмм. Это в зависимости только от напряжения при изменении скорости разрыва потенциала. И емкость высчитывается из-за площади этой циклической вольтамперограммы по приведенной форме. Эксперименты проводятся в одномалярной серной кислоте при скорости развертки от 2 до 100 мВ в секунду и при потенциале от 0 до 1 вольта. Такой потенциал выбирается из-за того, что в водной среде полианилин наиболее эффективен, так как для редокс-процессов в нем необходимо присутствие протонов. Было использовано для исследования два типа графеновых материалов. Один из них не совсем графеновый материал, это скорее расширенный графит. Другой графеновый материал, состоящий из примерно 4-6 слоев графена с достаточно высокой удельной площадью поверхности и полученный в режиме термоудара из вторида графита. Первый был получен при ультразвуковой обработке интерколата графита с бромом в среде бромной воды. Емкости обоих материалов, несмотря на огромное различие в площади поверхности, оказались примерно одинаковые. До 20 фарад на грамм. И на циклических вольт-амперограммах вы видите незначительные пики, соответствующие редокс-процессов с частью кислорода, который детектируется методом экспресс-спектроскопии. Для того, чтобы разобраться, в чем причина такой низкой емкости весьма перспективного графенового материала с большой площадью поверхности, были исследованы методом КР-спектроскопии эти материалы, а также материал вторида графита, растертый в спирте. Оказалось, что в процессе приготовления электрода мы имеем место в процессе рестейкинга, который значительно уменьшает количество, увеличивает количество слоев в графене. Так как разные свои слипаются, сегодня уже много говорили об этой проблеме, что создание малослойного графита – это очень сложная проблема. И реализация этой проблемы как раз дает выход для создания промышленных масштабов графенов. Ну, одна из проблем, по крайней мере, это рестейкинг этих слоев. И в том числе из-за этого в научных статьях огромное количество различных значений емкостей для графеновых материалов, несмотря на то, что отличия в виде графеновых материалов из площади поверхности незначительны. Очень большой вклад вносит приготовление электродов и дополнительная функционализация, которая приводит к появлению вот этих самых пиков соответствующих ледокс-процессов. Они также вносят значительный вклад в емкость электродов. После того, как предварительно обработали ультразвуком, и несколько изменили методику раскатки образцов для циклической вольтамперометрии, емкость графенового материала увеличилась до 140 фарад на грамм, то есть почти в 7 раз. И также имеет место достаточно большой вклад в редокс-процессы с участием кислород, содержащих функциональных групп. Действительно, после незначительного окисления и обработки ультразвука вклад в функциональные группы по данному эмкостью паттероскопии увеличивается. А изменение функционального состава с добавлением кислорода приводит к тому, что графеновый материал перестает так сильно слипаться за счет рестекинга слоев. Однако, имеет место в некоторых вклад в редокс-процессы, которые также увеличивают емкость электрода. Таким образом, показано, что емкость графенового материала зависит не только от площади поверхности, от количества слоев в образце, но и от способа приготовления материала и от функционального состава поверхности. Что очень важно, тем более, что даже небольшие изменения могут принципиально изменять электрохимические свойства электрода. Для осаждения полианилина был использован окисленный терморасширенный графит, полученный из фторида графита, так как он показал наилучшее поведение данного материала. С осаждением полианилина также есть ряд сложностей, из-за которых полианилин может садиться неравномерно на поверхность материала и добиться его равномерного осаждения нетривиально. Для этого также использовалось ультразвуковое дисперидирование прекурсоров для более равномерного перемешивания. Благодаря чему был получен материал с равномерным покрытием полианилина. Почему важно именно это? Дело в том, что полианилин механически нестабилен в процессе заряда-разряда без качественного теплата, на который его можно осадить, он деградирует достаточно быстро. Собственно, поэтому графен и нанотрубки такой перспективный материал для осаждения полимеров и других активных материалов, что увеличивается стабильность и качество работы материала, потому что весь объем активного материала связан с токопроводящим графеном. В результате чего были получены слои полианилина, которые по данным НИЗАС-спектроскопии состоят равномерно из азота в разных формах, что говорит о осаждении наиболее проводящей формы полианилина. Также по данным Рамановской спектроскопии при увеличении концентрации полианилина в прекурсоре увеличивается количество осажденного полианилина. И кроме того, при значительно большой концентрации полианилина, около 75%, основная часть материала это полианилин. И вклад в графеновом материалом здесь минимален, вы выгодите, чему стабильность материала понижается. И емкости таких материалов составили 300 фарад на грамм, а для 70% материала почти 400 фарад на грамм. И эти емкости в основном за счет окислительно-восстановительных процессов в объеме активного материала, то есть полианилина. Таким образом, были исследованы электрохимические свойства графенов материалов, показан вклад функционализации, вклад предварительной обработки материала в его емкости электрохимические свойства. Разработаны методики осаждения полианилина на расширенный графит. И также исследованы различные варианты синтеза для получения наиболее эффективного материала. И показано, что полианилин при изменении условий осаждения также изменяется концентрацией активного материала и его эффективность также изменяется при изменении условий осаждения. Спасибо.